Несколько лет тому назад по делам службы я оказался на востоке Пермского края. Посетил город Чусовой и подробно ознакомился с трудовыми буднями градообразующего предприятия Чусовского металлургического завода. Внимательно изучив этапы производства автомобильных рессор на одном из старейших заводов Урала и закончив съемки производственного репортажа, рассматривал в самолете памятные сувениры. Среди них был и парадный фотоальбом, ярко повествующий об истории города и края, жизни, работе и людях, чьи судьбы так или иначе связаны с Чусовым. Наугад открыв книгу, сразу обратил внимание на фотографию более чем известного и заслуженного человека. Уверен, нашим зрителям имя Геннадия Николаевича Зайцева отлично знакомо. Геннадий Николаевич стал свидетелем в ряде случаев и участником значительного количества важнейших для нашей страны и всего мира событий. Война и победа, запуск спутника Земли и первый полет человека в космос, передача Крыма в состав Украинской Советской Социалистической Республики, его возвращение в Российскую Федерацию, освоение целинных земель, строительство БАМа, Пражская весна, Олимпиада в Москве, ввод и вывод советских войск из Афганистана, авария на Чернобыльской атомной станции, вооруженные межнациональные конфликты, развал Советского Союза, образование СНГ и мучительное становление отечественной демократии. Как командир знаменитой группы А 7-го управления КГБ СССР, ныне это управление АЦСН ФСБ России, за время службы Геннадий Николаевич провел немало специальных операций по освобождению заложников и нейтрализации опасных преступников. Не думаю, что кто-то возьмется подсчитать точное число жизней, спасенных Геннадием Николаевичем и его спецназовцами. Многие обязаны им многим. В эти дни легендарному командиру Альфы, герою Советского Союза, генерал-майору Зайцеву исполняется 85 лет. Мы сердечно поздравляем Геннадия Николаевича с его 85-летием и желаем, прежде всего, крепкого здоровья. А также благодарим за те несколько часов беседы, которые он сумел выкроить из своего очень плотного рабочего графика для того, чтобы записать это видеоинтервью. Я родом с Урала, из Пермского края. По месту рождения тогда это была Молотовская область. Родился в деревне, и уж это точное место рождения, в деревне Антыбарыча, Садского района, Пермской, тогда Молотовской области. До и после Пермская область была. Отец был начальником цеха на Ляминском домостроительном комбинате. Мама была домработницей, домохозяйкой, точнее. В семье было три дочери, три сестры моих. Одна старше меня на год, две младше. Одна родилась вообще в 41-м году, 15 июня за две недели до начала Великой Отечественной войны. Учился в школе. В школу пошел в первый класс в 41-м году. В 48-м году закончил 7 классов Ляминской средней школы. И вынужден был пойти работать на завод, хотя было желание поступить в техникум Камского речного пароходства. Был такой техникум в Перми. Вода всегда прельщала. Дом стоял на берегу реки. Умываться, я нередко ходил просто на реку. Зубы чистили той же водой с реки, потому что горами река вода чистой была. Отец был офицером запаса, поэтому в 41-м году, 26 июня, он уже был призван в действительную военную армию. Домой он не вернулся, хотя он не погиб, но домой и не вернулся. Создал другую семью. Поэтому я вынужден был пойти работать, потому что семья была в составе шести человек. Вместе со мной и бабушкой, маминой маме. Кормить некому было, кроме меня, поэтому я один кормил эту семью до призыва в армию. Отработал пять с лишним лет. Как вы узнали о том, что началась война? И как вы ребенком эти военные годы пережили? Узнал войну, потому что это повсеместно было объявлено и так далее, что началась война, что фашистская Германия Вероловна напала на Советский Союз и так далее. Без объявления войны это и в школе было, это и до школы было и так далее. Были митинги в Почелке по этому поводу и так далее. А, конечно, годы военные, они были тяжелыми, я полностью несловываю. Мы жили в частном доме. На Урале зимы суровые, надо иметь дрова, чтобы отапливать дом. Их нередко не бывало, поэтому, я вам откровенно говорю, зимой перебирались к соседям или напротив, там шумихины были, так называемые по фамилии соседи, добрые люди. У них жили зимой, чтобы не топить свой дом, когда дров не хватало и так далее. Это было довольно часто. У них дети были взрослыми, оба и сын, и дочь на фронте были в Великой Отечественной войне. Оставались одни родители, поэтому они нас принимали у себя и так в этом плане. Естественно, питание было крайне скудным, это и у всех такое положение было. Носить особенно, тоже ничего не было. Я, например, в школу ходил от весны, когда появлялись протарены на... Или, вернее, просыхала дорога, так образно говоря. И до самой глубокой осени босиком в школу ходил. Даже экзамен в седьмом классе сдавал босиком. Ну, что, обуви не было. Купить ее не на что было. Хотя первые годы отец присылал все время аттестат, по которому получали 500 рублей в месяц на содержание семьи. Но последние годы еще, даже когда война продолжалась, этот аттестат он уже не присылал, поэтому вы сами понимаете, насколько сложно было жить пока в вашей посылке, поскольку никаких средств в существование ниоткуда не поступало. Потому что детство было крайне сложным, крайне тяжелым для всех, для нас. Но я считаю, это тоже хорошим подспорьем для будущего становления и понимания трудностей в жизни. Когда на себе все это испытал, то по-другому относишься к нуждам тех, кто тебя окружает. Это очень важно, я подчеркиваю. Понять на себе, испытать все эти прелести и тяжести суровой жизни. Вот такая ситуация. Я прекрасно помню отмену карточной системы в декабре 1947 года. Это была неформальная отмена карточной системы, но перед этим была проведена денежная реформа. Из всех средств, которыми мы располагали, нам обменяли всю оставшуюся часть наших денег на три рубля. Три рубля было в день вступления реформы в действие. Я пришел с этими тремя рублями в магазин. Я на все три рубля купил хлеба. Много хлеба купил. Я не помню сейчас сколько, буханок там и так далее. Но купил для того, чтобы досыто наесть все хлеба. Но я хочу сказать, это не для красного словца. В магазине в день отмены реформы, во всяком случае, в магазине было все. Хлеб белый, хлеб черный, масло, колбаса, сахар. Все было. Не было денег у народа. Таких, как мы, было. Не только мы, были многие в таком положении и так далее. Поэтому денег у многих не было. И покупали, конечно, самое необходимое – это хлеб. И это тоже хорошо. Я подчеркиваю, для последующей жизни. Я много раз обращался к тому, что вот, как на себе испытали все эти, прямо скажу, суровые времена жизненные, они пригодились в жизни, потому что по-другому смотришь уже на окружающих себя людей и на их проблемы. Это очень важно. Где вы поработали до армейской службы? 31 августа 1948 года, первая запись в трудовой книжке. Я был принят на Ляминский домостроительный комбинат учеником электрика. Через три месяца я сдал экзамены на профессию электрика. Мне было, да, задание выполнено шестого разряда, но, естественно, мне кто же тогда мог присвоить при восьмиразрядной тарифной сетке шестой разряд? Мне дали самый низший третий разряд. Начал работать электриком. Вот пять с лишним лет я отработал в этой должности на заводе. И к концу моей работы на заводе мне уже был присвоен восьмой тарифный разряд, то есть высший разряд в этой квалифтористной сетке. С этим разрядом я был уволен с завода в связи с прерывом на действительную военную службу. Так гласил приказ. От 22 сентября, если память не изменяет. С каким вы чувством отправлялись на военную службу? Очень хотелось служить. Очень хотелось. Откровенно говорю, надоело работать. Надоело работать. Это же юношеский возраст. 19 лет призывали в армию. Работа была трехсменная. Неделю с утра, неделю в вечер, неделю в ночь. И это колесо на протяжении пяти лет продолжалось. Я был дежурным электриком в цехе. Когда, к примеру, скажем, в вечер идешь, а там хороший фильм показывает, и тебе на работе надо быть. А с ночи пришел, надо поспать. Хоть и молодой, но все равно поспать надо. Дневное время поспал, к вечеру поснулся, там опять уже надо идти на работу и так далее. Это тоже своеобразные сложности, трудности и так далее. Был пацаном, но избирался членом профсоюзного комитета завода. Вот даже так было. Был избран членом комитета, производского комитета комсомола. Последние годы руководил этим комсомолом и так далее. Я думаю, что, наверное, вот эти вещи, они тоже определили или предопределили то обстоятельство, что призван был на действительно верную службу в Кремлевский полк. Ныне это президентский полк, который днел службу по охране и обороне Московского Кремля. Далеко не каждому туда доверялось служить. А до этого вам приходилось бывать в Москве? Нет, конечно, господи, господи. Дальше в Перми я не ездил. В Перми я был в связи с тем, что задавал документы. Однажды там родители, то есть родственников много жило. Был раз родственников, а один раз сдавал документы для поступления в техникум Камского речного пароходства. В трамвае у меня вытащили портмоне из кармана, в котором были 136 рублей денег, сейчас помню. Но самое главное – свидетельство рождения. А когда пришло время получать паспорт, то у меня свидетельства рождения не было, без него паспорт не выдавали, был сделан запрос в архив областного центра, откуда прислали повторные свидетельства рождения. Место рождения было указано уже деревне. Во-первых, это не село, а не деревня. А во-вторых, Соло-Матово, в котором я никогда не родился и никогда не жил. Но сейчас в паспорте все это значится так, как было записано в повторном удостоверении. И второй казус, который произошел, когда был призван премидентский полк, Кремлевский полк, надо было заполнять анкету. А кто в 50-е, это 53-й год был, кто в это время отмечал там свои дни рождения, об этом и в помыслах не было даже. Когда родился, забыл, не помню. Сидел, долго думал, какую дату записать в анкете. И записал 12 сентября. Хотя родился 11 сентября. И теперь в свидетельстве о рождении 11 сентября в паспорте 12. Отмечаю, в том числе и в этом помещении, свой день рождения ежегодно. Два дня. 11 и 12 сентября. Так и живу. С двумя датами рождения. Как вас Москва встретила? Ну, учебный пункт проходил в одном из полков. Я даже не знаю, каким он был под номером. И так далее. В дивидии имени Дзержинского. Это на Красноказарменной улице было. Располагался там полк. Там учебный полк был. Конечно, призвано и проходило сборы этих. Двух- или трехмесячные, уже не помню сейчас. Наверное, все-таки двухмесячные. В сентябре призывались. Октябрь, ноябрь. Да, наверное, двухмесячные. Почему? Потому что присягу принимал точно, помню, 5 декабря 1953 года уже в Кремле. Они на учебном пункте, значит. Двухмесячные сборы были. Ну, нам не говорили этого, хотя командиры все были из Кремля, из состава полка, из сержантский офицерский состав. Правда, старослужащие нам говорили, что вас готовят в Кремль. Но открыто никто об этом не говорил. Так шептали. В конце этих сборов или этого учебного пункта, помню, подполковник Новиков был руководителем, командиром, подполковник Потапов-Замполит этих учебных сборов. Приехала комиссия авторитетная из полка под руководством командира полка полковника Трещава. Вот перед этой комиссией каждый участник этого учебного пункта проходил строевым шагом. И вот в этот момент, ну, видимо, с учетом информации, которая была от непосредственных командиров, начальников, кто-то уходил направо в полк, кто-то уходил налево в другие части московского гарнизона. Я попал вот направо, в градиентский полк. Когда везли туда, везли в машины с тентами плотно задравленными, открывать их запрещалось и так далее. Поехали на территорию, которые не знали куда. Разгрузились во дворе клуба 14-го корпуса. Там же, в спортивном зале, нас построили и распределяли по ротам. Я попал в 7-ю роту. Это был 2-й батальон, 7-я рота 2-го батальона. Три батальона было в полку. И еще была 12-я рота РСН, пожарники, специальная рота. Или рот специального назначения. Ну, так там же 5-го декабря приняли присягу в этом спортивном зале. И началась служба. Когда я первый раз присутствовал на вечерней проверке, старослужащие оказались с нами великовозрастными дядями, взрослыми людьми и так далее. Я помню старшина роты наряд определял на следующие сутки и прочитал, для меня это было крайне странным, галкогоны. Пофамильно такие, такие, такие. Я стоял и думал, что это такое за профессия галкогоны. Оказывается, много лишь птиц, вороны, галки, голуби и так далее гадили и портили крыши кремлевских помещений, кремлевских зданий. Потому что теплые потолки, то есть теплые чердачные помещения, крыши тоже теплые и так далее. Вот они туда слетались со всей Москвы. И надо было гонять их. Вот там сидел на крыше два-три часа, и давай гонять этих галок и так далее. Вот откуда профессия галкогона появилась. Ну, в последующем сейчас это все усовершенствовано. Там есть службы, их часто по телевидению показывают, с орлами, которые пугают их там настолько, что отучилившись залетать на территорию Кремля. Учетные роты полка и 1-го и 2-го батальона несли службу, в том числе и в почетном каргуле у Мазарея Владимировича Ленина. А нечетные роты несли службу тоже по определению. Если у четных рот основными направлениями въезда на территорию, куда были Спасские и Боровицкие ворота, то у нечетных рот это Троицкие и Никольские ворота, и Никольский проход. Вот так. Службы у них не на постах. То есть это допуск на объекты с проверкой пропуска, который давал право на проход, с соответствующими штампами, который давал право на проход на тот или иной объект Кремля. Но последние, наверное, полтора года начал там службу с арсенальских объектов. Арсенал, так называемый, территория Кремля, где сейчас базируется весь полк. А наш 2-й батальон располагался в 3-м корпусе. Нет его сейчас, этого корпуса. А жаль, что его снишли, и не только его снишли, многие корпуса со строительством этого монстра. который сейчас называется Государственный Кремлянский дворец на территории Кремля. Это был корпус, я прямо скажу, очень прочное трехэтажное здание. Высота потолков была где-то, но если одни шторы были у нас под разделением метров 5 по высоте, это значит было где-то метров 7 от пола до потолка, вот такая высота была. Паркетные полы везде и так далее. Все это. Это не казармы, дворец был, я подчеркиваю. Гранитные, лестничные, проемы все и так далее. И на первом этаже располагался штаб и полковая школа, второй и третий. Второй этаж занимали, значит, третьей, вернее, пятой, шестой роты, и третий этаж, седьмая и восьмая роты. А в смысле каких-то общечеловеческих отношений, ну, какие-то землячества, дедовщина, что-то такое было? Упаси Господь, этого вообще даже в поминах не было. Помине не было, и никогда никто не произносил эти слова, честно говоря. Обстановка была, прямо скажу, такая самая мирная, самая теплая. Наоборот, старослужащие относились очень тепло к вновь прибывшим и так далее, всячески помогали осваивать профессию, особенно вот специфическую службу на постах и так далее. Походила стажировка, сразу тебя на пост не могли поставить, стажировали определенное время, затем уже, когда принимали у тебя экзамены по всем служебным документам и так далее, после этого тебя допускали к самостоятельной службе на посту. До этого ты не имел права нести самостоятельную службу на посту. В последние годы я нес службу где-то полтора года в шестом подъезде здания правительства, это ныне резиденции президента Российской Федерации. тогда там здание помещал Совет Министров СССР. Там шестой подъезд, это основной подъезд, куда проходили почти все посетители, конечно, там были и другие подъезды, где через один из них подъезд, я не называю номеру просто, потому что нет нужды в этом, там только члены политбюро проходили, никто другой не мог проходить через тот подъезд. Второй подъезд, номер три, я его называю по одной простой причине, что он характерен тем, что на этом въезде Ельцин сдал пост президента Российской Федерации, Путин принял его как исполняющий обязанности президента. Это третий подъезд, через который могли проходить или проходили министры и ответ работники. А шестой корпус, где проходили все, имели право проходить все работники этого учреждения Совета Министров, секретари, помощники и так далее, и так далее. Я помню, даже был такой инцидент однажды, там такой порядок, на входе службу нес офицер, а на выходе сержант. Вот я был сержантом, я нес службу там. и министр внешней торговли, Кабанов тогда был. Значит, он вместо входа пошел по той лестнице, которая выходит, я его остановил, он меня очистил, дармоедом назвал там и так далее, и все. Что вы тут делаете, я спешу, а вы тут меня останавливаете. Я по себе подумал, если спешишь, все же ты чистишь меня, здесь стоишь и так далее, тогда бы шел уж и куда пошел. И так далее, я опаздываю на совещание, там и так далее. Но это бывало крайне редко. В основном все относились очень внимательно к другому. И тот, кто требует пропуски, тот, кто предъявляет его. Там все. Порядок был такой, и в инструкции почти был записан. Возвратить пропуск предъявителю, приложить руку к головному убору с словами «Пожалуйста, проходите». Вот такой порядок был. Сейчас, правда, я, когда сам бываю там, этого не замечаю. Видимо, этого в инструкциях уже нет. А в инструкциях в период того периода вот такая запись была. Приложить руку к головному убору со словами «Пожалуйста, проходите». В одном из ваших интервью я прочитал, что, в общем-то, вы не горели желанием связывать всю свою жизнь с военной службой, но оказались в офицерском подразделении. Да, ну, так получилось, что я в год демобилизации, это был 1956 год, в июле месяце вступил в партию. Там не было парткома, как у других организаций. Там была военная организация, так называемая партийная комиссия во главе с генералом. Вот эта партийная комиссия решала вопросы принять, не принять в партию, наказать, не наказать и так далее. То есть решала все партийные дела. Я помню даже один из присутствующих, а там все полковники были, звание не ниже, состав был очень представительный, сидел там, наверное, человек около 10, во всяком случае не меньше. Задал он мне вопрос, вы сегодня читали в Красной Звезде статью маршала Тимошенко о роли вооруженных силах младших командиров. Я уже нет, не читал. Ну, во-первых, я возьму Красную Звезду, подчеркиваю, если ее не было. Это раз. Во-вторых, я сказал истину, что я не читал, потому что я не мог сказать, что я читал, потому что я не читал. И он говорит, как же вы пришли на партийную комиссию вступать в партию, не читая статьи маршала Тимошенко, о чем она статья и потом не прочитала, откровенно признаюсь и так далее. Но в партию приняли. И когда мне командир роты предложил, а в этом году, в 56-м году, председатель КГБ при Совете Министров СССР, тогда так называлась эта структура, генерал армии Серов подписал приказ о введении в войсках Комитета Госбезопасности Института Старшин Сверсрочной Службы. Меня пригласил командир роты и пригласил занять эту должность после увольнения. Я отказался. Я сказал, нет, я не могу принять это предложение, я буду демобализовывать и поеду домой. Потому что меня ждали дома. Тот же состав, который я оставил, будучи признанным баром, только еще в худшем положении неоткровенном. И все вроде бы с милостью был отпущен, но тут меня сразу вызывает парторг 2-го батальона, майор Лагин, как сейчас помню, даже лицо его помню хорошо. И говорит, вы что писали в заявлении, когда вступали в партию? Готовы выполнить любое поручение партии, а вам партия дает поручение, а вы в кусты ее извиняюсь. Я говорю, все, руки поднял, я говорю, все, остаюсь на два года, все, 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 так и далее. Пишите рапорт, шел рапорт и был назначен на дом и старшины уже другой, не седьмой, а пятой роты. Я полтора года прослужил в седьмой роте и был переведен в пятую роту. Ну, а поскольку я узнал потом замысел комбата, а комбатом был подполковник Фестунов Петр Александрович, он мне дал рекомендацию для вступления в партию, одну из рекомендаций. Значит, замысел был такой, что меня избрать там секретарем комсомольской организации в пятой роте. Но этого не произошло, командир был в отпуске и снял обязанность, исполнял обязанность командира четвертого взвода, не зная, что там получилось и так далее. Даже сказали потом, что ему командиром взвода был объявлен выгол за то, что он не провел эту идею его жизни и ее предменясь и так далее. Ну, я остался служить там уже в должности командира отделения в этой роте. А последующий я уже рассказал. Остался. я уже был призван на военную службу семиклассным образованием. А в Кремле работала школа рабочей молодежи. Так называлось. И мы с замполитом пятой роты капитан Волков закончили восьмой класс школы рабочей молодежи. А затем вышел приказ офицеры не имеющие среднего образования подлежали увольнению. И те, у кого не было среднего все побежали в школы. И была школа, где он ее нашел, я не знаю, через кого нашел. Он говорит, слушай, давай заканчивать будем этот балаган с тобой. Есть школа, мы за год с тобой закончим девятый, десятый и получим аттестат. Сманил меня туда, пошли туда. Действительно, учились в этой школе с ним. А порядок был такой, учишься в одной школе, а экзамены сдаешь совершенно в другой школе. Сдавали экзамены в 330-й школе, тогда в районе Белорусска, то есть Курского вокзала был перевод Каркадия-Гадара. Школа располагалась там. Вот там сдали экзамены, получили аттестаты. А когда я уже получил аттестат зрелочный, 10-й класс, на 10-й класс, меня тогда приглашили в отдельный офицерский батальон. Была такая структура в составе управления коменданта Московского Кремля. Это та же постовая служба, только на более ответственных постах. Я говорил, где там члены ПБ проходят и так далее. вот такая ситуация. Я дал согласие, год отслужил там. Как мне стало известно потом от кадровика в 7-м управлении, в личном деле уже было обшито представление. Оно не было реализовано к присвоению звания младшего лейтенанта. Но в 59-м году, в сентябре, было колоссальное сокращение вооруженных сил и органов государственной безопасности тоже. Я не знаю, как МВД касалось это или нет. И тогда начали увольнять офицеров, не имея всегда выслуги. Меня вызвал командир отдельного офицерского батальона, полковник Гущин и сказал, у вас даже званий нет, поэтому мы вас держать не можем. Но я хочу сказать вот такое большое огромное спасибо ему. Я уже был женат, ребенок появился. Я ему же товарищ полковник. У меня крыши над головой нет. Я жил за городом у родителей и жены. Он говорит, неужели ему квартиру то есть комнату не дали? Я говорю, нет, к сожалению, нет. Звонит при мне в кадре и говорит, можно задержать недели на две увольнения? Там слышу по телефону. Нет, нельзя, немедленно, чтобы надо увольнять и так далее. Он мне говорит, знаешь что, поезжай к себе в Перловку приезжай периодически на Ярославский вокзал, звони мне по телефону, вот тебе номер моего служебного телефона, я тебе буду говорить, нужен ты мне или нет. Не нужен, приезжай обратно. Не, недели две я так периодически приезжал, звонил, однажды позвонил, он говорит, срочно приезжай ко мне и сегодня будут выдавать ордера. И даже подсказал адрес, какую комнату надо взять, потому что она больше всех по метражу 21 метр на Новоспасском переулке. Приехал квартирный отдел так называемый, да, предупредил меня, будут спрашивать, скажи, что служишь, служишь и так далее, не дай бог сказать, что там будут увольнять. Да, действительно, майор какой-то выдавал эти ордера, спрашивает, а тебя не увольняют? Я говорю, пока служу. Ордер получил, попросил хозяина этой комнаты, он получил квартиру, я говорю, что вы выпишитесь, а мне прописаться надо, я боялся, что если приду с обходным листом опять же к нему, а это надо было делать, то просто дезавуируют действия этого ордера, он пошел навстречу, майор Иголкин жил в этой комнате, значит, прописался и уже по будучи прописанным пришел с обходным листом, он говорит, так я же вас помню, вы же недавно у нас получали ордер, я говорю, да, вы обманули и так далее, я говорю, почему обманул, я тогда служил действительно, а сейчас вот было принято другое решение, если вы в силах отмените его, пожалуйста, я готов к новой службе, ругался, разбазариваем жилье, увольняем людей и так далее, а когда получил комнату, мне тоже один умный кадровик подсказал, что говорит, седьмое управление люди требуются, но без жилья они не берут, а уже жилье было, я когда первый раз пришел туда, он дал мне телефон, я позвонил, пришел к кадровику и сказал ему, я говорю, мне обещали дать комнату и так далее, он говорит, да ты что, с ума сошел, кто же тебя увольняет и жилье даст, не будет никогда в жизни, сидит, но я говорю, ну мало ли, что обещают это, а когда второй раз пришел к нему, мне уже, вот, прописан, даже штамп в паспорте стоит, что я прописан, он говорит, я этого никак понять не могу, я, как так, увольняют человека и дают жилье, извиняюсь, мне этого не понять, он говорит, но был принят туда, окончательное решение о приеме принимал руководитель управления, ну один из замов, не начальник управления, один из замов, и он мне, это кадровик, старый, опытный, человек говорит, ну ты же в Кремле служил, ты так строевым шагом подойди, доложи ее, ну я и рванул, как в Кремле, и он говорит, тихо, 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 значит, испугался даже, что это такое, был принят, и в этот же день, уже было предназначено, делен на службу, вот так началась служба в седьмом управлении, в котором я дослужил до заместителя начальника управления, где было присвоено генеральское звание. В какой момент начался ваш путь в Альфу? В Альфу путь начался даже не в ноябре, он начался пораньше, в ноябре был зачистен 77-го года, 1977-го года. Подразделение было создано или образовано это Альфа, создан, точнее, образовано было позднее, когда набрали людей, 29-го июля 1974-го года. Штат был определен в количестве 30 единиц, и эта группа А, пятого отдела седьмого управления, функционировала тогда вилочным между отделением и отделом, и звания вилочные были, и оклады вилочные, и так далее. А в ноябре 77-го года был подписан приказ председателям КГБ СССР об увлечении штата этого подразделения почти в два раза, и оно приказом было принято так, стало функционировать на правах оперативного отдела это подразделение. И вот тогда встал вопрос о том, чтобы мне предложить эту должность. Пригласил он меня на беседу начальник седьмого управления генерал-лейтенант Бесчастнов Алексей Дмитриевич, сказал, что вот такая ситуация. Первым командиром был назначен Бубенин Виталий Дмитриевич, герой Советского Союза, тогда майор, ныне генерал-майор подставки. Но он 29-го апреля 77-го года написал рапорт на имя председателя КГБ Юрия Владимировича Андропова с просьбой вернуть его в пограничные войска. А группа формировалась в этом отделе, где я служил. Должность начальника отдела, а к этому моменту я уже был заместителем начальника отдела, когда появилась там группа А. Мы с ним как-то подружились, он мне показал текст этого рапорта, который он написал, я прочитал ее потом, показал резолюции товарища Матросова А. Прошу очень внимательно отнестись к просьбе товарища Бубенина и по возможности решить положительную дропу. Это нарисовано было командиру или начальнику пограничных войск Матросова генералу армии. Его тут же назначили в отдельный нофис созданный камчатский отдельный пограничный отряд. И тогда было мне предложено. Я знал, чем занимается, над чем должна заниматься эта группа. Я нашел причину, вроде объективную причину, так считал я, по состоянию здоровья перенес перед этим в апреле месяца этого года серьезную операцию и так далее. Меня с миром отпустили. Через неделю меня снова приглашает этот же начальник управления и говорит, мы с медициной посоветовались, медицина не видит препятствий к назначению на этой должности. Ну, я ему сказал, но если надо, он говорит, но если надо, я бы тебя и не спрашивал. Взяли бы и сдали приказ и назначили и все, иди, служи ее прижили. Я тебе спрашиваю, ты берешься за это дело или нет? Я говорю, берусь. Вот я теперь понял, что будешь работать. Все. Ходил по замам председателя КГБ, которые проводили короткое собеседование, знакомились и так далее. Приказ был подписан председателем КГБ и был назначен в это подразделение. Штат его был увеличен до 52 единиц и вскоре до 5,6 был увеличен. доставили штатных дежурных подразделение 4 единицы. То есть почти в 2 раза увеличен личный состав. Вскоре он через год примерно нет, не через год, через полтора года на 71 единицу увеличен. Потом через год еще на 100 единиц увеличен штат и так далее. Подразделение росло. В 1984 году было создано в июне месяца. Подразделение в составе нашего, нашей группы, но уже седьмого управления, оно так именовалось, был самостоятельный отдел. В Хабаровске, хотя тогда была записка подана председателю КГБ, им был Чебликов Виктор Михайлович, о создании шести периферийных подразделений такого предназначения. Но он вызвал и сказал, что мы не можем создать сразу шесть периферийных подразделений, мы создадим в Хабаровске, посмотрим практику его деятельности, а потом уже будем проанализировать и будем принимать окончательное решение. Но когда в 90-м году уже закачалась ситуация очень серьезная, оперативно-политическая в государстве в целом, помните эти моменты, то тогда вспомнили об этом и было принято решение о создании шести периферийных подразделений, а в Хабаровске штат был всего 21 единиц был увеличен до 45 единиц, каждое подразделение со штатом 45 единиц, это Хабаровск усилено было до 45 единиц, это я с востока на запад иду Алма-Ата, затем Свердлов, затем Краснодар, затем Киев, затем Минск, вот шесть подразделений, все они были в составе Альфовского подразделения, все под соответствующими группы, номер шесть, семь, восемь, девять, десять и так далее. А когда штат основной группы расширялся поиск новых людей, новых кадров, это была задача ваша как командир? Конечно, прежде всего. Сроки были весьма ограниченные, а подобрать такое количество людей, это надо было просто невозможно поучаствовал в этом подборе первоначальном узначении по личным делам весь руководящий состав подразделения, начальники отделов, замы начальников, тогда отделов еще не было, отделения были, начальники отделений, заместители начальников отделения и так далее, то есть все привлекались к этому делу. А первоначально формировались только за счет сотрудников КГБ, прослуживших в КГБ не менее двух лет и предположительно зарекомендовавших себя при условии годности по медицинским показателям и успешно сдавших тестирование были разработаны условия текста по огневой подготовке, физической подготовке и так далее, все, и все кандидаты подвергались вот этому испытанию, тестовому испытанию. Я хочу сказать, что это в основе своих были 15-й главка, это 7-е управление, это 9-е управление, вот эти подразделения и, конечно, разведка, ПГУ, кого они могли дать, и 2-й главка, хотя тоже давали, но, как правило, не приживались потом, после того, как попадали в наше подразделение, не приживались там. Люди в целом шли к вам охотно? На тот период не очень. А вот, я подчеркиваю, когда проявились первые жертвы в подразделении, искренне говорю, наплыв увеличился. Прямо приходили и предлагали свои услуги, инициативно предлагали свои услуги. Ведь на первых порах даже было определено, когда подразделение было образовано, и второй раз, когда я пришел, уже писали новое положение о подразделении и так далее, в приказе было сказано ознакомить руководящество СТАК КГБ до начальника управления включительно об образовании этого подразделения. Вот какой порядок был. молва-то она все равно как-то распространялась потихоньку, особенно после Кабула, когда погибли первые люди и так далее. Там тоже было запрещено вообще упоминать участие в этой операции, но она постепенно молва-то располагалась, раненые в госпитале лежали, раненых было много и так далее. Все равно от врачей, от раненых она расползалась и я прямо скажу вот чем сложнее обстановка, тем охотнее шел народ. Предлагали даже свои услуги туда. А вам как командиром приходилось решать какие-то проблемы не боевого характера, бытового например? Сталкивались конечно и с такими явлениями, чего там греха-то есть. И увольняли людей вот по этим основаниям и так далее. Из состава подразделения. если уж быть объективным, то некоторые командиры тех подразделений, из которых мы брали людей, скрывали некоторые вещи в их поведении, в личном поведении. Лишь бы отдать, а там разбирайтесь и так далее. И увольняли мы таких людей и так далее, когда это выяснялось, выявлялось вернее и так далее. Проявлялось даже, но уже в наших условиях. То есть притирка-то она тоже шла не сразу, притирка-то она на протяжении нескольких лет шла, пока все не утряслось, не усеялось и так далее, уже окончательно и так далее. Ну, все, что непригодно было, оно все ушло, само по себе ушло и так далее. А все, что нужно было, оно все осталось, все функционирует до сих пор и так далее. Какие-то традиции приема нового сотрудника в группу существовали? Существовали, конечно. Они и сейчас существуют, но только сейчас вот уже принято решение комплектоваться не за счет личного состава Федеральной Службы Безопасности, а комплектование проходит уже сейчас штатно за счет пяти офицерских училищ я так называю их, двух бабушкинских, ой, двух пограничных бабушкинской и как она называется? Одинцова. Одинцовская. Теперь ВДВ Рязанская, бывшие училищи Верховного Совета, сейчас это командные, высшие командные, коснознаменные и так далее училищ. И как ни странно, даже за счет училища ВД в Новосибирске. Вот за счет пяти училищ разрешено комплектовать это подразделение. Ежегодно все равно от СЕФ-то есть, на пенсию люди уходят или по болезни не в состоянии уже продолжить службу и так далее. Но вот я откровенно говорю, руководство комитета приняло очень мудрое решение. Вот даже у нас моим замом по политико-воспитательной работе был немыш Валерий Петрович, который при штурме отца обмена потерял правую руку. Его оставили на службе вот в этой должности. Он служить продолжал и так далее. с этой должности уволнялся уже раненый полковник. Раненых всех вылечили и всех вернули в строй. Всех вернули в строй. Вот. Раненых было очень много, было 13 человек получили ранения различной тяжести. Восемь из них тяжелые ранения получили. Так что вот в этой первой операции такой серьезной боевой операции. В составе боевых подразделений когда-нибудь женщины служили? Они сейчас служат. Вальфи. Чем они занимаются? Тем же, чем и мужчины. Ведь иногда в качестве бандитов, террористов могут быть и женщин. А это на практике бывало не один раз. Женщины с ними легче найдут язык, чем мужчины. Особенно они, как правило, все мусульманской национальности. Как правило. Значит, женщины с ними быстрее находят язык. Вот в составе подразделений, женское подразделение, оно и сейчас есть в составе управления Центра специального назначения. А с точки зрения религиозности в советское время это как-то преследовалось, наказывалось? Я скажу, на эту деталь никогда не обращали внимания при приеме. И даже не обращались к ней. Веруешь, не веруешь, исповедуешь, не исповедуешь. Никогда даже не возвращались к этому вопросу. А мог офицер крестик носить на службе? Мог. И носили. И я ношу сейчас. Раньше не носил, сейчас ношу. То есть просто на это не обращали внимания? Не обращали на это внимания еще. Другую аббрибутику, наколки и так далее, на это обращали внимание. На вот нательное ношение какого-то амулета и так далее. Кроме крестика никто больше ничего не носил там ни бычьи, ни барани рога ее подвиняюсь. На это не обращали. Но носит и носит и все. А с точки зрения материального обеспечения, например, отклада сотруднику Альфы, то еще советской, хватало для того, чтобы вести безбедную более-менее жизнь? Я хочу сказать, нам удалось даже подписать приказ, за который меня грызли ужас как. Как тебе удалось это сделать и так далее, обойти за комью. Если человека по тем или иным обстоятельствам, я имею ввиду или состояние здоровья, или достижение предельного возраста для Альфы, ну, мы всегда полагали где-то зачислять до 26 лет, в возрасте подразделения. А служить он мог где-то до 46, ну, от особо вынослив и до 50 лет, так, примерно, скажем. Лет. А иногда, скажем, его надо было по состоянию здоровья и в 40, и в 35 лет возвращать обратно на место службы, не потому, что по состоянию здоровья он уже не может служить там. Под приказ подписал под председатель КГБ. Он получал зарплату, будучи назначен на ниже стоящую должность подразделения, это нонсенс вообще, зарплату по той должности, которую занимал при возвращении в подразделение. Вот даже какой приказ был. Потом, конечно, его отменили, добились того, чтобы отменить этот приказ. Но к людям относились всегда очень внимательно. Если переводились, то, как правило, разговариваешь с руководством того подразделения и так далее, чтобы там никоим образом не обижать, чтобы, соответственно, не понижать его и так далее. Это уже правило такое существовало. Для некоторых делали исключение. Вот к дню 45-летии я прочитал статью автора Кондрашов в аргументах недели. Где мы с ним отдыхали, я не помню, но он ссылается, что отдыхали. Зайцев рассказал мне. Значит, это действительно было так. Вот принимали двух людей с 15-го главка. С одним я жил в одном доме, о чем он не пишет. А это было так, только я в пятом подъезде жил, он в первом. Он не знал тесты. И по существующему порядку и правилам мы его не должны допускать до мандатной комиссии. состав мандатной комиссии тоже был авторитетен. Он возглавлял ее начальник седьмого управления. Секретарь подкома присутствовал, там обязательно кадровик, или зам начальника отдела кадров, или начальник отдела кадров. А сейчас там вообще зам начальника управления по кадрам. И руководитель подразделения, секретарь партнеризации еще подразделения. И вот этот товарищ Николай Иванович, Егоров фамилия, он его фамилию указывает в своей статье, он так просил, ну возьмите ради Бога подразделения. Но я компенсирую это все. За короткий срок взяли его все-таки, я не стал, взял грех на душу, не стал докладывать о том, что он не выплатил нормативы и так далее. Отошел от этого правила, взяли. Через год он стал по всем показателям, те, что требовались в тестировании, одним из лучших подразделений. Второго Синельщика вы Анатолия Сергеевича взяли в подразделение. Уличным делик был записан выговор с занесением учетной карточки. Спрашиваю, за что же ему выговор объявили. Да вот мордобой допустил. Я его пригласил на беседу и сказал, ну-ка расскажи мне подробно эту ситуацию, что ты там за мордобой устроил тогда. жену, ставшая его женой, девушка, когда была еще невеста и так далее, пристал пьяный хулиган к ней и пристал в такой резкой форме, что он вынужден был его ударить. Вот за рукоприклад, столь мордобой объявили выговор партийной линии занесения учетной карточки. Я сказал, такие люди для подразделения нужны, мы тебе берем. Взяли, вырос до руководителя отделения подразделения, потом уже ушел на пенсию тогда. Оправдал доверие полностью. А как у командира, какие у вас были рычаги для того, чтобы проштрафившегося вашего подчиненного наказать? Возможности были большие. Представьте себе, так же, как у любого командира. Это могло быть досрочное аттестование или представление к увольнению вообще с военной службы. Напрямую. Выговор, строгий выговор и так далее. И партийное влияние было, и у нас портком был. Подразделение не парт, организация портком, а на правах отдела, портком отдела и так далее. Так что рычаги влияния были достаточно большие. Командиров уже очень много. В отделении у нас были отделения, потом отделы стали преобразованы в отделы, когда управление стало. У начальника отделения было два заместителя, это же все руководящий состав, то есть рычаги влияния на подчиненного, они достаточно большими были. Так что там вопросов не было. А с точки зрения поощрения поощрить могли своих сотрудников? Я, конечно, не имел права действовать, я мог издавать приказ, я мог выходить с предложения моих прав, было недостаточно для поощрения к руководству управления и комитета даже, и нередко поощряли при сотрудниках приказами по КГБ за подпись председателя КГБ и так далее. Имели право выходить о том, чтобы представлять государственным наградам. Это практиковалось и так далее. Так что возможности были самые широкие для мотивации хорошей службы. А как вы считаете командир, вот чем отличается хороший командир от обычного? От обычного, я думаю, больше и заботы и подчиненных. А в спецподразделении я считаю святая обязанность, и она нигде не предусмотрена никаким нормативным актом, это выполнить поставленную задачу, при этом сохранить личный состав. Вот это главная задача сохранить личный состав. в ходе проведения боевых операций бывает так, что руководители, например, местные, либо какие-то вышестоящие стремятся забраться и начать руководить на месте. Вот такие случаи в вашей практике были, когда вам мешали проводить операцию? В моей практике таких случаев не было. И я считаю, что командир прежде всего при проведении боевой операции должен поставить себя таким образом, что его советы и его рекомендации руководительным штаба должны выполнять. Не принимать, а выполнять все должны. Иначе нам удачи не видать, как говорил Бывалов в известном фильме. По-другому нельзя. Вот я приведу вам пример. Это ноябрьская операция 83-го года в Тбилиси захват самолета. Группы боевиков составившими человек. Это действительно боевики подготовленные были. Они имели возможность стрелять, готовиться и так далее. Все. Не боевики, а бандиты, я бы так сказал, дети элитных родителей. И наури генерал-полковник, генерал-советского Союза, командир корпуса в годы войны. Командир корпуса я. Он руководил операцией в Тбилиси. Я ходил в состав штаба. В состав штаба входил первый скитарь Тбилисского горкома партии Габуни. В состав штаба входил начальник управления гражданской авиацией Грузинской республики. До этого занимал должность начальника оборонного отдела ЦК партии Грузии. Не подвиняюсь. То есть, штаб-то такой представительный был. И вот этот руководитель авиации Грузии, он часто ночью все время предлагал планы действий своих. Так надо действовать, так надо действовать, так так. В конце концов и на воле не выдержал, грохнул кулаком по столу и сказал, я под запись не буду выражения давать, но заканчивалось так, не можешь отличить, ты наконец-то я понял, что ты не в состоянии отличить одно от середки ее предвиняли. Что полковник скажет, то и будем делать. Все. Вот подход умного руководителя к решению проблемы. Такая же задача была в Уфе, когда председатель местного комитета генерал Мищенко руководил операцией, он тоже сразу сказал, что вы пожалуйста руководите, я буду осуществлять так сказать общий руководство, а что касается действий подразделения, это вы сами действуете, сами руководите. Умный руководитель, какого бы уровня он не был, он понимает, что всего познать нельзя, ведь я подчеркиваю, особенно, в принципе, конечно, каждый понимает, что надо и как надо, но детали, особенности, они не даны, поэтому они говорят, вы по своей части, вы сами там действуете и так далее, а я буду что-то тоже знать, что мне надо действовать, как мне надо действовать и так далее, по своей линии. То есть тут все зависит от поведения командира, иногда бывает так, вот сменил меня Гусяв Александр Васильевич, бывший заместитель коменданта Московского Кремля, отличный человек с прекрасным военным образованием, закончил не только училище, но и Академию Фрунзи, закончил и так далее. Руководил операцией министра внутренних дел России, поручил ему, при условии, что директор ФСК тоже находился там, а президент улетая в Галифакс, Бен Ельцин, поручил ему министра внутренних дел руководитель этой операции. Ну, как можно штурмовать такой укрепленный объект, как больница? А оказалось на практике, что чеченцы сняли там помещение задолго задануманного и начинили оружием и боеприпасами это помещение, будьте любезны, как можно было, наверное, не эту группу ихню, а целый полк вооружить, извиняюсь, так далее. Как можно штурмовать без бронеприкрытия? А приказ его штурмовать и никаких вопросов. Конечно, он всячески упирался, но там, в Галифаксе, наш президент дает интервью, там 38 снайперов держат всех под прицелом, там все готово сейчас, раз, и все сделают, так далее. Не просто так делать, так говорить. Положили людей, первые боевые операции и три трупа, а много раненых, так далее. И самое это главное в том, что люди достигли уже первого этажа больницы, а в это время наш премьер-министр, оставшийся хозяйства, ведет переговоры с главарем банды, с главарем банды, Басаевым, и выполняет его требования. Вас никто пальцем не тронет, можете уезжать, как же так возможно в мировом пространстве такой практики, чтоб руководитель такой величины начал общаться и соглашаться с бандитами вообще ни до, ни после не было. Это вообще исключение, это нонсенс. Там Ковалева достаточно было, бывшего диссидента, сидельца, который тоже заходил туда. Вот второй пример я привел, там по-другому поступили, но он там ничего сделать не мог, потому что он руководитель операции, он не понимает этого. И грешным делом я хочу сказать, когда было проща, то есть прощальный обед, захоронили их в столовой, тогда уже управ делами президента Российской Федерации, 500 человек присутствовало на этом прощальном объекте. И если бы не спустил пар, Виктор Федорович министр внутренних дел того периода, там бы была, могла быть буза вполне на этом мероприятии. он встал и сказал после перерыва, дорогие родители, жены и дети, я виноват в гибели ваших детей, ваших детей, ваших мужей, ваших отцов и так далее. Вот это спустило пар немножко. Ну и мы поработали там в этот период, перерыв тоже самое. Ну какая ситуация. То есть это не прощается, и это откровенно говорю, больно ранит действующих сотрудников. мне приходилось несколько раз общаться с командирами групп спецназа, ну в основном ГРУ армейский спецназ, и они часто в беседах упоминали о том, что их группы применялись практически как в кино. То есть часто руководители, которые давали какие-то указания, они не понимали специфики работы таких групп. Такое в вашей практике было, что вы решали вообще не свойственные вам задачи? Конечно, конечно. Я об этом речь введу, потому что он не потому, что заблуждается, а потому, что он не знает возможности спецподразделения, и он не знает не только возможности, а не знает его способности, как они будут пополнять эту задачу, поставленную им, а пытается тоже командовать, навязывать свои мнения и так далее. Вот так и так, и всяк, и всяк. А не получается по мнению спецназа, так действовать, надо делать по-другому все это и так далее. Вот о чем речь идет. Только не потому, что он вообще дурак, я извиняюсь, грубо говорю, но потому, что специфику спецназа не каждый знает, и не каждый знает его возможности и способности. Я знаю, что вы были одним из разработчиков антитеррористического плана на БАД. Это в советской практике впервые что-то такое формировалось? Или у вас был какой-то опыт, на что было можно опереться? Ну, до этого ведь были уже операции по самолетам. Ведь первая операция по самолету, боевая операция, она была проведена в октябре, даже в ноябре 73-го года. когда банды, так назовем, ну, как их назвать бандитами трех ПТУшников, один главарь был действительно бандит, он их подмял под себя. Захватили 40 жаловольников в самолете Як-40, который вылетал в маршрут Москва-Брянск. При подлете к Брянску они выдвинули требования, чтобы самолет летел, главарь банды летел за рубеж, но командир развернул самолет и посадил его во Внуково-2. Поскольку не было ничего ни в КГБ того периода, ни в МВД того периода и так далее, то действовал, руководил операцией начальник Московского управления генерал-полковник Олегин Виктор Иванович, а действовал в качестве спецназа взвод одной из род дивизии имени Дзержинского. Вот все силы и средства я применял. Место лестницы, забор вырвали, приставили к самолету и так далее. Я не смехаюсь над этим, но так было, что ли, но не было, не располагали они ничем, не занимались такой практикой и так далее, не готовились к этому. Кстати, забегая вперед, скажу, что командиру самолета было присвоено звание Героя Советского Союза, то, что развернул и посадил. Я к нему летал в гости два года назад, Кашин Иван Андреевич общался с ним. А в числе провожающих вылетала партийно-правительственная делегация в это время из аэропорта Внуково-2. Были первый заместитель председателя КГБ генерала армии Цвигун и министр Внукова-2. И затем они подключились вот к наблюдению за этой операцией, они видели, как все проходило. и так далее. Но, естественно, по прибытии Цвигун доложил председателю, что вот был оснахват, как это все проходило и так далее. И, видимо, где-то тут же обсудили, что а почему в КГБ-то нет такого подразделения, которое могло заниматься пресечением этой деятельности. Я думаю, вот в определенной степени не только Олимпийские игры, но и эта ситуация подтолкнула к тому руководству КГБ, чтобы поставить вопрос о создании в КГБ такого подразделения. И в следующем году в июле оно и появилось. Мне даже сказал один товарищ, что вы, говорит, можете найти в архивных документах вопрос о создании группы А рассматривался за наседание секретариата ЦК партии. О как! То есть тут вот такая дилемма. Роль командира должна быть такой, что он не должен быть послушным инструментом в руках руководителя операции. Он должен занять такое положение при проведении операции, которое давало им право оставаться руководителем, а не наблюдателем. еще попрошу рассказать поподробнее про операцию, когда освобождали автобус с детьми. Я в это время уже был назначен, я же отслужил первый раз в Альфе ровно 11 лет с ноября, с 11 ноября 77-го года по 4 ноября 88-го года. и был назначен на должность заместителя начальника 7-го управления. А случилось это 1 декабря 88-го года. Для вас это было повышением? Да, конечно. Там уже должность генеральская, уже должность полковника была, там уже генеральская должность, там я и получил генеральское звание. Но руководство КГБ того периода приняло решение, несмотря ни на что, с тем расчетом, чтобы я возглавил Альфу и возглавил проведение этой операции там, в Минводах. Почему в Минводах? Захват детей произошел, это были ученики 4-го Г-класса 42-й школы города Аржиникидзе. Они в этот день вместе с учительницей, их было 33 ученика, 4-го Г-класса, вот сколько детей было, да, с 1-го класса идем. Пошли на местные полиграфические комбинатные экскурсии, возвращались оттуда очень веселыми, радужными, потому что получили новогоднюю продукцию, подарок, календарики там и так далее. Выйдя за пределы проходной, увидел и стоит классный автобус, Лиас. и добрый дядя говорит, я по поручению родительского комитета приехал за вами, занимайте места в автобусе, мы вас развезем по домам, все быстро, это сели месяц учительниц. А потом этот дядя, но уже не добрый дядя, говорит, вы являетесь заложниками, и тот, кто не будет выполнять моих требований, на первый случай я буду отрезать вам уши. Более того, автобус был захвачен, я забежал несколько вперед, на заправке. На этой же заправке они не только заправили автобус, эти бандиты, вооруженные бандиты в составе четырех человек, а еще и заправили две канистры бензином, и заранее были заготовлены трехлитровые банки с бензином. Они разлили этот бензин по банкам и в автобус расставили под сиденье где две, где три трехлитровые банки с бензином. Меня потом долго пытали руководство, говорю, почему мы не провели силовую фазу операции, потому что в автобусе, не дай бог, это был бы живой факел, там бы вообще никто не спасся, тогда бы под суд пошел, я извиняюсь, за такие бездомные действия. Вот начались мытарства этих детей. В автобусе была еще и жена с фамилией Фатаки, этого бандита и шиенца, глава этой бандитской группы. Этот человек со стажем, у него уже четыре уголовных отсидки были за уголовное преступление, причем за тяжкие уголовное преступление. он, когда ее отпустил с запиской, чтобы записка была передана органам милиции, о том, что дети захвачены в качестве заложников, в этой записке были изложены требования. Это вылет за рубеж и два миллиона долларов, или другой иностранной валюты, или золотом. их делали. Естественно, там уже эта информация была передана немедленно руководству республики, были даны соответствующие указания местной милиции, и там с ними в контакт вступил заместитель министра внутренних дел по Северной Осетии и по Республике Северной Осетии Батаков полковник милиции. Ими им была в автобус передана милицейская радиостанция с микрофоном. Бандитам было объявлено, что в аэропорту в Беслане был тогда, там, в республике, он принимал классы самолета Ту-134 и не выше, они потребовали военно-транспортный самолет, а это Ил-76, который бы мог бы загнать автобус вместе с детьми. И более того, значит, такой самолет можно принять было только в Минводах на тот период. Значит, им объявили о том, что надо следовать Минводы в аэропорт, только туда можно, чтобы был там этот самолет, Ил-76, и оттуда можно принять его и вылететь оттуда. По пути они потребовали встречи с бывшим подельником по одному и сделал якшиянца, который отбывал наказание в местной тюрьме. Это предоставлено была возможность им, якшиянц им вступил в переговоры с тем расчетом, чтобы он присоединился к ним, но он сказал, нет, я вашу аферу ввязывать не буду, я лучше отсижу, что мне положено здесь, и все, но с вами я связан не буду. Второй подельник находился в тюрьме в Узбекистане, поэтому они первое, что выдвинули требование, это лететь в Узбекистан с тем расчетом, чтобы оттуда в Пакистан лететь. Родители этих захваченных детей, они узнали об этом, и от милиции узнали, что дети попали в беду и так далее. Значит, они все на транспорте ринулись за этим автобусом. Девочке одной заболела она, было плохо, они ее оставили, то есть высадили из автобуса бандиты, ну, родители их тут же подхватили ее и так далее. Остальные все ехали в Минводы. Мы прилетели туда с личным составом группа раньше, гораздо раньше, чем они приехали. С нами был заместитель председателя КГБ по кадрам, он в этот день оказался дежурным по коллегии КГБ, и упросил председателя, чтобы он решил вылететь ему с нами. Вылетел с нами. Прилетели и стали уже еще в полете определять уже группы захвата, группы поддержки, группы блокирования и так далее все, определять кто куда. Прибыли туда в спокойной обстановке, могли. информацию располагали уже о них. В Атаке они сказали, просили эту жену, фамилию ее Ватаки, говорить на всех уровнях, что на них нас 8 человек, что 8, группа в составе 8 человек и все. Так она и твердила. Автобус прибыл в Минводы в 3 часа 30 минут, а мы штаб расположили тоже, как и во Внуково, там в Минводах есть такое же Минводы 1, Минводы 2, значит, там, где чиновники высокого уровня, наши советские, того периода советские чиновники, прилетали и вылетали из этого аэропорта. Поэтому там спокойно было, автобус поставили так, чтобы удобно было наблюдать за ним. Двери, вернее, и двери, окна автобуса было плотно закрыто одеялами. Внутреннее пространство не просматривалось вообще. Первое, когда я вступил в переговоры с бандитом, с экшиенцем, главарем Гаунда, я попросил передать трубку учительнице. Я задал ей единственный вопрос, как чувствуют себя дети. Она ответила, дети проснулись, дети плачут, дети волнуются и так далее. Я говорю, во-первых, вы успокойтесь сами, вы сейчас там и мама, и папа, и бабушка, и дедушка этих детей. Вы главный там для них сейчас воспитатель, главный родитель. Поэтому вы показываете им личный пример свой и так далее, и всячески успокаиваете своих детей. вам я могу твердо дать гарантии в том, что мы будем делать все возможное, чтобы вы не пострадали, а были освобождены еще здесь. Все. Успокоил ее затем, начал разговаривать с ним, он тоже утвердил, что их восемь, восемь, восемь. Вот. Потребовали от нас, уже я, то есть, подтвердили требование валюту. Вот разрешите уточнить, найти на тот момент 2 миллиона долларов, это, по-моему, задача достаточно фантастическая, где их взять-то? Да, да, да. Они нашли этой суммы. Нашли и шведскую валюту, и английскую валюту, и американскую валюту во внешне эконом-банке, выиграли все, что было. Абсолютно все. Где-то примерно эквивалент вот этой суммы был. Вы правы, сразу не найдешь такую сумму на тот период. Значит, потребовали 8 бронежилетов, 8 автоматов, 8 пистолетов к себе. Теперь вели себя достаточно нагло. Я откровенно говорю, порой вот при проведении переговора длились где-то 7,5-8 часов примерно. и ночью, и днем вылетели они где-то около 17 часов. Вот до 17 часов все время шли переговоры с небольшими перерывами. Им было четко сказано главарю банды, мы будем удовлетворять вас требования, будем думать, как удовлетворять ваши требования. но при удовлетворении ваших требований мы будем требовать обязательно того, что мы передали бронюлет, вы должны дать нам одного, двух, трех детей, не меньше. Я говорю, торговать все будем с вами очень жестко. И Шиенс потом вот это употреблял. Почему, когда ему задали вопрос и на суде в том числе, почему вы захватили детей, дети это тот товар, за который можно выгодно торговать с руководством, с правительством. чтобы определить их число, я прибег к такой уловке. Значит, первое начало с бандита. Вы отдаете себе отчет в том, что захватив детей, вы совершили уголовное преступление, что может наступить уголовная ответственность за это. Да, признаю, дай, пожалуйста, микрофон другому члену вашего группы. Дал другому, третьему, четвертому вопросы те же, аналогичные и так далее. Дальше, дальше он говорит, дальше все согласны и так далее. Ну, понятно, что это уже обман и так далее. Значит, дальше не было. Потом мы убедились в этом еще раз. Встали, назначили одного бывшего Альфовца, он уже служил в другом подразделении, но прибыл туда вместе с нами. и назначили начальника четвертого отдела Ставропольского управления ФСБ передавать начальниц бронежилетов и так далее. За каждый бронежилет четко требовать, чтобы дети были выданы определенное количество там хоть не менее одного ребенка, два, три, лучше ее применять. передали им восемь бронежилетов, вот за каждый бронежилет мы вернули, наверное, человек десять, а может, двенадцать, я не считал, детей уже вернули из этой группы. Из оружия передали им один пистолет и один автомат вынуждены были передать. Почему вынуждены были передать? Потому что вопреки требованиям общей практики борьбы с террором бандитам, террористам нельзя ни при каких обстоятельствах передавать вооружение, боеприпасы и наркотики. Мы нарушили требования по одной простой причине, что дважды в штаб звонил Лигачев, второй секретарь ЦК партии, ссылался на президента Советского Союза и Генсек, что Михаил Сергеевич требует, чтобы дети были освобождены, чтобы ни один волос головы каждого ребенка не упал. Это я, безусловно, цитирую его требования. Дважды причем звонил. При этой ситуации думай, какая ответственность на тебя ложится, ее подвиняй, и как ты это должен выполнить, ее подвиняй. Поэтому частично в нарушении передали и, правда, советовались с медиками и дали. Они потребовали наркотики, передали им таблетки такого действия, но слабого действия, абсолютно слабого действия, как сказали медики. Но, тем не менее, значит, передали. Торги шли долго. Теперь на требование лететь в Пакистан, выдвинул требование лететь в Пакистан. Значит, пришлось долго убеждать их в том, что ваш перелет будет проходить над территорией воюющего государства Афганистан. Вас просто-напросто собьют, и все. Теперь выдавил требование лететь в Южноафриканскую республику. Стал убеждать его в том, что у нас с этим государством нет даже дипломатических отношений. Это раз. Во-вторых, вам лететь туда придется с двумя посадками. И долететь вам, по всей вероятности, не удастся сюда, потому что вас могут людоеды съесть еще до прилета в Южноафриканскую республику. Между делом предложил Финляндию, на что получил ответ, что предлагаешь, это ваша 15-я республика и так далее. Кстати, все переговоры записаны, а потом положены на бумагу. Это вот такая толстая, объемистая писанина. Они есть, в натуре есть. Затем выдвинул требование дать члена политбюро. И не дряхлого, как он заявил, а живого еще. Чтобы гарантия была, что вы стрелять нас не будете. Но если не согласится член политбюро, Раиса Максимовна детей любит, она согласится, пусть она приедет к нам и так далее. Ну вот такие надменные, я бы подчеркиваю, требования. Теперь я уже знал, известно было, что с правительством Израиля ведет переговоры в Министерство иностранных дел советского в лице заместителя министра Чаплина. Ну, вообще известно, что после семидневной арабской войны, как известно, по инициативе Советского Союза дипломатические отношения еще в семи седьмом году, с этим государством Израиля были прерваны, разорваны. Наш интерес представляло финское представительство в Израиле. И при представительстве в Финляндии была маленькая консульская группа во главе трех человек МИДа СССР во главе с Мартиросовым. Значит, я им сразу предложил, что вот можете лететь в Израиль. Мы надеемся, что вы будете там приняты и так далее. Я им не сообщал о том, что там согласны принять вас и так далее. И вот на всех этих этапах, передав постепенную передачу того, другого, третьего и четвертого, большая часть детей была распространена в руках бандитов, оставалось 11 учеников и учительниц. Значит, поскольку их было 33, то, значит, 22 ученика уже были освобождены. И когда прибыли деньги вместе с сотрудником четвертого управления под руководством Альфовсов, с этими двумя мешками, я теперь признаюсь, откровенно говорю, Виталий Андреевич, зам руководителя КФСБ того периода, он говорит, Геннадий Николаевич, зачем мы будем отдавать все деньги? Наиболее крупной валюте? Давай отсыпим их и так далее, чтобы не возить их туда, сдадим банки. Все отсыпали. Я думаю, что отсыпали так, на глаз, я не могу сказать. На глаз, наверное, 1600 мы отсыпали. Но не себе отсыпали, а то так можно сказать, что себе отсыпали. Деньги были изданы в банк, пересчитаны потом, изданы в банк. Все как положено. Потом все деньги были изданы в банк, не досчитались только 50 долларов. Но это не так большая потеря. Когда уже окончательно было принято решение, все, по передаче денег, в резкой форме потребовали. Деньги будут, да, чтобы освободить вот этих детей, Шереметьев, это начальник 4-го отдела, предложил себя сам в заложники. Вот я останусь в заложниках, а дети с учительницей должны быть освобождены. Но они их все равно тоже оставили в заложниках. Когда передали, а частями стали передавать специально валюту, значит, передали первую часть валюты, сказали, вот дальнейшая передача валюты может осуществляться только при условии, когда дети и учительница будут освобождены. Они на эти резкие требования откликнулись. Они их освободили, передали еще вторую порцию, а третью порцию, когда их передали, только после того, когда выдавали требования, они должны освободить Шереметьево. Шереметьево освободили, тогда передали последние деньги. В руках бандитов оставался экипаж, экипаж самолетов 11 человек количественно. А вот про это тоже уточните, пожалуйста. Вот этот экипаж, они просто получили приказ, вы, вот вы и полетите, или это добровольцы? Ну, конечно, я подчеркиваю. Они лететь должны были в Дели, и стояли уже под парами в аэропорту. Вылететь в Дели, я не знаю, с какой задачей и так далее. До этого и не надо знать нам. Но им срочно дали команды, летному составу, лететь в Минводы. Они прилетели в Минводы, а потом с бандитами в Израиле улетели. Перед тем, как дать команду на взлет, или на пробежку на взлет, я главарю банды сказал, вы совершаете уголовное преступление, вы нарушаете линию государственной границы Советского Союза. Вооруженными в таком же состоянии вы прилетаете и в Израиль. Вооруженными. Я подчеркиваю, я ему сказал, вы утяжеляете свою уголовную ответственность за седеянные. Поэтому я вам рекомендую избавиться от оружия здесь. Автомат они выбросили на летное поле. Пистолет оставили. Но у них обрез был свой, с боеприпасами. На следующее утро, это была суббота, для руководящего состава КГБ он был рабочим днем, суббота. В Москву мы прилетели в 5 утра. В 9 утра я был на работе, на службе. Получил приказ срочно подготовить группу сотрудников из Альфы. Затем взять специалистов из других управлений ФСБ и в 12 часов вылететь на самолете Ту-154 из Хереметьево-2 в Израиль за бандитами. Ну, народ соврали. Вылетели не в 12, а несколько позже, где-то, наверное, в 12-20, там, да, и так далее. Но это не столь важно. На подлете к аэропорту Бен-Гуриона вышел командир корабля, доложил, что через 20 минут садимся, что температура воздуха плюс 26 в декабре месяце. А я утеплился хорошо, потому что в этой ночь там в Минводах выпало снега сантиметров 20, температура похолодалась. Сели утра по самолету, нас встречал министр транспорта, у меня до сих пор в видитке хранится его, и второй секретарь посольства, вернее, посольства Люмиды, он был членом посольства Израилей, когда дипломатические отношения функционировали, вторым секретарем посольства здесь, в Москве. А фактически это руководитель самой тайной спецслужбы Израиля, Яков Кедми. Это уже его еврейская фамилия, фамилия его в Советском Союзе была другая, он был диссидентом, дважды прорывался в посольство Израиля и Америки, вот возбуждал дела тогда о выезде на постоянное место жительства в Израиль, в конце концов его отпустили в Израиль, чтобы отмучиться от его бед и его последствий, негативных последствий. Вот, там возглавил вот эту спецслужбу. Он был у меня здесь в офисе, мы сфотографировались с ним. Он теперь дружит в ФСБ, очень хорошо, в журнале, посвященном столетию органов безопасности, есть огромная статья его на эту тему и так далее. Так что это говорит о том, что недоверенно дать в день юбилейного столетия выступить в журнале КГБ со статьей. Это не каждому, мне не предложили там участвовать в этом журнале, а ему предложили. Я сказал, да, он сказал, вы в очень неудачное время прибыли. Сегодня первый день недельного праздника Шаабата. сказал, что в этот праздник не работают магазины, все увеселительные учреждения, не работают банки, не работают государственные структуры. Даже самолеты, связались с КВ-компанией, не летают в этот праздник. Ну, я говорю, а где бандиты находятся? В тюрьме. Ну, я говорю, тюрьма-то охраняется, наверное, не может быть, чтобы этот праздник она не охраняла. Охраняется. Второй вопрос. Не работают банки, если деньги изданы в банк, то мы не сможем их в течение недели получить, потому что праздник длится неделю. Хорошо, есть телефон, вот телефон возьмите, позвоните в тюрьму. Если не знаете, вы выясните телефон тюрьмы, позвоните, где находятся деньги. Да, по нашему требованию, по нашей просьбе, позвонил, выяснил, деньги находятся в тюрьме. Пересчитали, ночью всей тюрьмой, всем составом тюрьмы, пересчитывали. Значит, банковскую упаковку нарушили, и уже вместо двух мешков или там трех мешков оказалось, что их четыре мешка, я бы извиняюсь. Теперь не работает МИД, но я говорю, здесь ты уже беспокой свое руководство. Значит, попросил его, я говорю, нам надо выехать в консульскую группу, в город. Ну, он говорит, вот я вам докладываю, что при выезде из аэропорта, здесь, вокруг аэропорта, располагаются 1300 иностранных корреспондентов. Они остановят вас обязательно, они ждут интервью от вас для чего, для скидки, с какой целью вы прибыли, и так далее, и все. Но я говорю, есть же запасные выходы, выезды с аэропорта, да, есть. Но я говорю, мы выедем запасным выходом, скажи, где. Ну, вы-то уедете, а я останусь, потом вопросы ко мне будут, с их стороны и так далее. Я говорю, ничего, выдержишь, я извиняюсь. Ну, и выехали, действительно, через запасной выезд, они сопровождали нас. Он вместе с нами пребывал там, в этой консульской группе и так далее. Мы определились там с Мортиросовым, что мы сейчас забираем летчиков. Летчики остались недовольны тому, что мы так рано прилетели. Их, оказывается, расположили в самых лучших на горах пашенебельной гостиницы. И они находились на пляже, температуре моря, тоже почти как и воздуха, за 20 плюс. Прекрасно там им. А у летчиков в процессе перегона в Израиль каких-то столкновений с террористами не было? Нет. Значит, начались переговоры. Прибыл туда доктор Анук, руководитель департамента Израиля. Он первое требование выдвинул сразу. Террористов мы вам не выдадим, если не получим под письменного гарантийного уведомления о том, что в Советском Союзе к ним не будет применена исключительная мера наказания. Потому что такая мера наказания в Израильске к уголовному законодательству не предусмотрена. Это первое. Начали с Мортиросов думать, как это делать. Он сразу стал связывать с руководством своей структуры через МИД и так далее. Мы подготовили, потому что юристы были, два работника следственного управления подготовили один документ со своей стороны, он его забарковал, другой документ он забарковал. Я ему сказал, господин Анук, вы подготовьте, то есть сами поддайте поручение своим подчиненным, пущение подготовить документ, который бы удовлетворял вас, а мы поставим свои подписи. Ваших подписей недостаточно под этим документом, нам нужны гарантии. Наконец Мартиросов там добился от своего руководства, что такие гарантии получены, они удовлетворили их, но они все равно всячески упирались не отдавать нам их. Прибыл полицейский в звание генерала, отозвал меня в сторону, представился, что он является руководителем столичного округа полиции, и он сказал, если через 40 минут вы не договоритесь о передаче бандитов, вам их вообще не отдадут, потому что на Кресет, это законодательный орган Израиля, и правительство Израиля, администрации Соединенных Штатов Америки оказывают сильное давление с тем, чтобы не выдавать бандитов Советскому Союзу. Но когда наконец-то был решен вопрос у нас в Союзе, им официально было доложено, ему доложено, и через МИД это было официально подтверждено, соответствующим документам и так далее, тогда препятствий у них, видимых препятствий уже не было в отказе. И тогда они согласились выдать первых двух, привезли их. Значит, первое, что я просто говорю об этом, потому что мы все пользуемся, я не знаю, сейчас в МВД раньше пользовались такими наручниками, и мы пользовались ими. Это два браслета, соединенных цепочкой между собой, можно из этого кулака сделать крепкий кулак, ударить, если можно, или нужно, когда и по какому месту ударить. А у них браслет заковывает на руки, руки в таком статическом положении, не раздвинешь, не сдвинешь, вот так, и держать будешь руки. Это раз, на глазах тонная, толстая, суконная повязка, он не видит вообще ничего, куда, зачем, и так далее. Первый вдов привезли, когда запихнули в самолет, грубо говоря, запихнули, посадили в самолет, сняли с них повязки, и так далее, объявили им о том, что мы возвращаем вас в Советский Союз, и передаем в руки правосудия, конечно, у них настроение стало уныло, я упустил один очень важный момент, я потом вернусь и напомнить. Я говорю полицейскому, я говорю, мне очень нравятся ваши наручники, он говорит, а у вас музей есть? Я говорю, есть, мы дарим вам ваши наручники, говорит, там, не забудь ключ передать от них. Отправили самолет первым, на котором прилетели, с тем, да, еще один такой момент, мне командир этого воздушного сундра, судно говорит, Бушко, по-моему, фамилия, если память не изменяет, на всякий случай, вдруг метель, вдруг то, вдруг все, хотя бы тонн пять керосина добавить нам, я говорю командиру, а переговоры идут на территории воинской части, летной воинской части, полковник, молодой человек, по возрасту, говорит, это впервые в жизни моей части, нога иностранца вступила на ее территорию, это в вашем лице, я вам говорю, я ему говорю, вот, дорогой товарищ полковник, я говорю, командир беспокоится, как бы там не было каких-то препятствий при полете и так далее, искусенно созданных природой, я говорю, тонн пять горючего будет залить им, он говорит, вы даете мне честное слово, что потом оно будет оплачено, я пять тонн горючего распоряжусь залить, я говорю, я вам даю честное слово генерала о том, что будет оплачено все, я даю команду, и на этом основании залил пять тонн горючего, им все, улетели, слава богу. Теперь осталось нам получить еще двух и жену, жену, он без жены улетать не хотел, бандит, ее пришлось долго уговаривать, уговаривал вот этот Виталий Андреевич, заместитель директора, тогда председатель КГБ, она не хотела лететь, но все-таки уговорили, чтобы она полетела с ним, ее и двоих бандитов передали еще, прибыла комиссия, авторитетная комиссия во главе вот с этим генералом, полицей, полицией и так далее. Я тоже обратил внимание на аккуратность. На каждого из бандитов документы находились в таком из плотной ткани, я думаю, что она может быть даже и не горючая, может быть, я не пробовал на ощупь ее, на молнии, документы каждого, аккуратно, расположены с описью. Все это в описье, соответственно, общий, расписался, получил. Теперь оружие было передано тоже в упаковках соответствующих и так далее, все, расписался, получил. Теперь дошли до денег. Старшая группа по передаче говорит, теперь будем считать деньги. Я говорю, как считать деньги? Если пересчитывали в тюрьме, всей тюрьмой, я говорю, всю ночь сказал, Кедми мне сказал, всю ночь в тюрьме пересчитывали их там. Я говорю, а мы сколько времени будем считать их тут сидеть, его применять? Он говорит, нет, деньги будем считать. Я говорю, вы ведь складывали в мешки их не просто так, вы, видимо, с использованием технических возможностей пересчитывали эти деньги? Да, он говорит, пересчитывали. Сумма указана в акте. Так я говорю, я распишусь. Как это распишитесь? И я вам откровенно говорю, я на них лицах увидел ненависть, презрение к себе за то, что я отношусь так, к деньгам, с такой легкостью. Я говорю, я распишусь, дайте мне ведомость, покажите, где эта сумма указана и так далее. Ир списал. Окончательно они со мной здорово очень не стали и прощаться даже. Развернулись и ушли и тут же дело. Вот так обидел, оскорбил их этим. Но я уже сказал вперед, что деньги привезли только, передали в банк, 50 долларов не доставало. Но это небольшая потеря в целом и так далее. Но я хочу сказать, что это послужило плохим уроком для нас, но хорошим уроком до бандитов. И в эти 90-е годы, я уволился в 95-м году, до 95-го года, мы не выезжали с этого аэропорта, Минвод, там все время происходил захват заложников с требованиями 10 миллионов долларов и так далее, и так далее. Пока не провели силовую операцию, пока не уничтожили бандита, после этого все как отрезало. Никаких захватов заложников и требований денег уже больше не проходило. При проведении одной такой операции я тоже просил штаб Москвы согласить с моими доводами провести силовую фазу операции. Штаб согласился, руководитель на месте, а им был губернатор Ростовской области господин Чум Владимир Федорович сказал, а я вам не разрешаю этого делать. И захваты заложников и требования денег продолжались и так далее. Всегда в штабе присутствовал первый заместитель губернатора Ставропольского края, он говорит, мужики, мне стыдно перед вами, вы здесь как дома. А все время Минводы, все время Ставропольский край, все время Ставропольское руководство и управление и власть ее применяет. А упустил я вот, что когда самолет с бандитами прибыл туда, в Израиль, израильские власти побеспокоились очень хорошо, туда был подтянут спецназ, весь Израиль, туда были подняты подразделения вооруженных сил, туда прибыл начальник штаба, генерального штаба армии Израиля, туда был прибыл министр обороны, ее, и так далее. И когда самолет остановился, на борт поднялся представитель спецназа Израиля и сказал, оружие оставляйте в самолете, выходите на летное поле и садитесь на летное поле, садитесь на летное поле. Не стойте, а садитесь. И когда вышли, один из них произнес фразу «Наконец-то мы прибыли в эту свободную фашистскую страну Израиль». Ну, что такое фашизм и еврейство? Это несовместимые понятия и так далее. Уже их дальнейшая судьба была предопределена этой фразой. А когда главарь банды предложил министру обороны миллион долларов за то, чтобы тот разрешил выехать им из Израиля в любую страну, которую они захотят, это окончательно убедило руководство Израиля в том, что место не в тюрьме, после чего они были доставлены туда, в тюрьму. Вот так закончилась эта операция. Она закончилась судом. А как сложилась дальнейшая судьба этих бандитов? Как сложилась дальнейшая судьба этих бандитов? Их оставили в живых? Значит, я скажу. По решению суда Якшиянс был приговорен к 15 годам тюремного заключения. Двое из них были приговорены к 14 годам, половина срока в тюрьме, половина в колонии, и один к 13 годам, половина срок в тюрьме, половина срока в колонии. Якшиянс отбывал наказание в Златоустовской тюрьме в городе Златоусте. Она заменита тем, что одно время там отбывали наказание сразу 42 вора в законе. Подбился Камерников совершить побег через медчасть, все записались в медчасть на один день. У этого уловка им не удалась, но попытка была сделана, поэтому Челябинский областной суд, а он уже два года отсидел там, увеличил ему срок пребывания в тюрьме опять до 15 лет и определил ему пожизненно такое социальное положение как рецидивист. Это с особого режима проживания, с отметкой в органах милиции и так далее. Он отсидел, освободился. Вот этот бывший начальник 4-го отдела Шереметьев по телевидению показывает не фрагмент, а отрывок, серьезный отрывок по времени. Когда они с этим шексианцем после его отсидки встретились, он креп хлопает по плечу, Павел, да ты прекрасный парень, ты отличный парень, пьют бутылку коньяка, и это все показывает 4-й канал телевидения. Это НТВ. А? НТВ. Да, 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 да. Теперь, значит, тот его хлопает, и ты тоже хороший человек, его применяешь, и так далее. Я позвонил начальнику управления, им был тогда генерал Летян Дуканов, Ставропольского, я говорю, слушай, дай поручение подчиненным, чтобы нашли телефон его, этого бывшего начальника 4-го отдела. Он говорит, а он сейчас уволился из органов, пиво пьет, где-то там варит пиво, и так далее. Мы, говорит, не знаем, он в городе не живет. Но, тем не менее, нашли его телефон, я позвонил, сказал, Евгений, я тебе только скажу три слова, ты подлец. И все, повесил трубку. Больше я с ним не разговаривал после этого. Как сейчас их судьба сложилась, я не знаю откровенно. Геннадий Николаевич, вот такой нюанс проясните, пожалуйста. Мы встречались с пограничником, который задерживал нарушителя границ, и тот стрелял в пограничника. И пограничник сказал, что я последняя инстанция, которая принимает решение оставить его в живых или застрелить. Вот он нарушителя пощадил, стрелял в ноги. Вот когда проводится силовой этап операции, сотрудники Альфа, у них вот такой выбор есть? Я хочу сказать, после проведения операции в городе Уфа, Башкирской республики, это было 20 сентября 1986 года, это впервые при проведении боевой операции, там группа одной из рот конвойной дивизии МВД сколотила преступную банду. Задача была поставлена захватить самолет и вылететь за рубеж. Увозглавлял ее младший сержант Мацки. Так вот, они захватили самолет вахтовиков в аэропорту и выдвинули это требование. но сделали это в тот день, когда одна группа в главе с Маточни внесла службу, дневальную службу в роте, а трое подельников последующие внесли службу в месте базирования гарнизонных складов. и по их разработке значит они должны были похитить оружие в роте, захватить машину, следовать туда к ним несущим службам по охране гарнизонных складов, захватить там БТР и на БТРе следовать в аэропорт для захвата самолетов. Вот какой план был. И действительно в роте была проведена причерная проверка. Мацнев у дежурного офицера попросил ключи от комнаты оружия. Тот даже не спросив а для чего тебе ключи дал ему ключи. Они взяли там в комнате оружия пулемет Калашникова, автомат Калашникова, снайперскую винтовку Другунова, 423 боеприпаса ко всем видам оружия и распределили свои роли. Мацнев взял себе пулемет, Ягмуржи взял рядовой Ягмуржи автомат Калашникова, и Дефрей Таркановал взял снайперскую винтовку. Через окно покинули распоряжение роты, захватили такси, но последовали по маршруту в эту деревню подымалово, где базировались гарнизонные страдания. В это время за ними стала следовать милицейская машина ПМГ. Она следовала по своему плану, она никакого отношения к ним не имела, но у них родилась мысль, что на каком-то этапе произошел план, прокол плана их преступных замыслов, и их уже преследует милиция. Они останавливают машину такси, расстреливают двух работников милиции, находящихся машине. И этот еврей Таркановал, при этом поняв, что уже совершено тяжкое уголовное преступление, он со снайперской винтовкой членял. Те продолжили движение дальше вдвоем, Мацнев и Югбуржи. Но они отказались от плана заезда за своими подельниками в гарнизонные склады и проследовали сразу к аэропорту. В два часа тридцать минут шла посадка вот в этот самолет. В общей сложности самолет сели 78 человек. Все они оказались в заложниках. Они захватили 79-ю дежурную по посадке, запихали ее в самолет, захватили самолет, объявили всех заложниками один вахтовик. Это была вахтовая смена из Западной Украины. Самолет летел в Тюменьскую обувь. А захватили Буфеу, посадка была захватить еще часть специалистов этого, муровиков. Один встал и говорит сопляки, что вы делаете? Они объявили уже вы заложники, самолет полетит в Пакистан. Они его расстреливают, второй пытается за... вернее не пытается, а заступился за него, встал, они того расстреливают, то есть на их руках уже четыре человеческих жизни. Я рассказываю для чего. Я принял такое решение расстрелять Мацнева, а их муржи ранить. Расстреляли Мацнева и ранили их муржи. Сделал это Блинов Виктор Иванов сотрудник нашего подразделения. Против него было возбуждено уголовное дело, я отвечаю на ваш вопрос, за убийство бандита в уголовное дело, но потом оно прокуратурой, военной прокуратурой было прекращено за отсутствие действий Блинова состава преступления и так далее. Доджи раненый был вылечен и по решению трибунала Уральского военного округа расстрелян либо прибыл приговорен к исключительной мере наказания вот весь исход конец такой же только там по решению а здесь без решения был расстрелян вот весь вопрос на ваших глазах вся история страны война началась закончилась Гагарин после полетел советский период военный период советский конечно вот что из вот этих событий потери советской власти больше вот ярче всего что вам запомнилось трудно сказать больше всего я откровенно говорю сейчас очень большая обида очень большая обида за то что мы потеряли советский союз это мощное государство потеряли его в результате бездеятельности руководящего состава нашей страны это их беззубая политика абсолютная аморфная политика она привела к этим печальным результатам и последствиям у меня есть журнал где перепечатана статья это выступление Горбачева предамериканскими студентами американскими студентами в Турции статью это опубликовала газета Заря словацкая газета он на нее в суд не подал а затем журнал вымпел а публик переписал эту статью он начал свою речь так что всей моей жизни была борьба с этим ненавистным для человечества строем коммунизм разве можно было сохранить Советский Союз я все делал для этого занимая все более высокие посты в партии и государстве моя жена Раиса Максимовна Горанцев раньше пришла к этому выводу а моими ближайшими помощниками в этом деле были Яковлев и Шавардадзе это вот есть такой материал опубликован в этом журнале а как на ваш взгляд современная довольно антисоветская я хочу начать с того ГКЧП затеяли а в самый пиковый момент когда надо было арестовать Ельцина никто не взял на себя ответственность дать команду на арест его никто тогда зачем затевали эту кашу Альфа бы арестовала его она готова была к этому команды не дали сказали пусть едет раз пусть едет пусть едет к нему приехал на дачу сообщак и говорит ты что сидишь тебя здесь голыми руками возьму давай белый дом там хоть защита есть второе обстоятельство здесь какое противостояние я всегда открыто говорю все это произошло за упёртость вот такой дубоватой упёртости президента России Ельцина он же ни в одних переговорах с руководствами Верховного Совета не провел ни в одних переговорах все то церковь то какие чиновники с ним внизу они все переговоры а ведь если бы он пришел туда сам и сказал мужики давайте жить дружно все бы закончилось но ему не надо этого было ему надо было убрать эту мразь и верховного главнокомандующего первого президента Советского Союза убрать путем развала Советского Союза потому что другого конституционного пути нет и наконец убрать руководство Верховного Совета которое мешало ему как бельмо в глазу и так далее я разговаривал с одним товарищем который в это время был старшим помощником у Горбачева он говорит я вошел к нему он приехал сам сюда рассказывал приехал пришел к Горбачеву и говорил Михаил Сергеевич дайте мне Альфу и дайте распоряжение я сейчас в Беловежской пуще всех троих арестую и привезу сюда и пусть трибунал или суд разбирает с ними он сказал нет так нельзя действовать раз нельзя действовать значит будет по-другому вот обидно за то что в результате нашего беззубого руководства мы потеряли такую страну мне могут сказать некоторые а нужен ли был Советский Союз а в марте месяца этого года провели опрос пребесцит всего советского народа всего я имею в виду взрослого населения не детей большинство высказалось за сохранение Советского Союза вопрос стоял так сохранять или нет Советский Союз за сохранение высказали это была воля народа это даже не была воля первого президента а это была воля народа Советского Союза сохранить Союз А эта воля была нарушена. Это уголовное преступление, состав уголовного преступления. А сейчас Ельцину дворцы строят, многомиллиардные средства вкладывают. Вот здесь, сейчас на Никитской улице, целый квартал будет посвящен его памяти. На кое-то хрен нужно, извиняюсь. За 7 миллиардов построили в Свердловске. Пантеон ему там, извиняюсь. И сейчас продолжаем строить все. А его судить надо было за развал Советского Союза. Вот что надо было делать. Вот за это обидно, я подчеркиваю, что у нас такое руководство было. Слава Богу, что еще каким-то образом он додумался до того, чтобы вместо себя Ельцина оставить. Ой, Ельцин додумался до того, чтобы Путина оставить вместо себя. Хоть сейчас немножко, немножко начали расхлебывать то наследство, которое он оставил в России. Это его наследство. Все порушено было, к чертовой мать. Все приватизировано. Как можно было приватизировать, к примеру, с Карлом Норникель, который дает чистую годовую прибыль 10 миллиардов долларов. Как можно приватизировать государственное добро, я вам извиняюсь. А все шло с молоткаю. Зато набивал карман главный приватизаторщик Чубайс. Свой карман набивал не государственный. Государственный набивал меньше, наверное, чем свой. Какая сказка-то ее. Вот за что обидно, страшно обидно, что мы не могли защитить Дзержинского, когда на его шею набрасывали петлю и так далее, памятник Дзержинского. Не могли отстоять его, потому что к руководству КГБ в тот период пришел Бакатин, который запретил выпускать личный состав из здания КГБ к этой толпе. Там откололась группа, тысяч четыре примерно пошла, к московской милиции. Там Бюст Дзержинскому во дворе стоит здание, вот Петровкино, 38. Что сделал Николай Степанович, мыриков начальника столичной милиции? Построил личный состав чилищей ремки, вооружил автоматами. И сказал, если только одна сволочь приступит створ ворот, я даю стрелять команду на поражение. Всех ветром сдуло сразу, всех. А мы сидели, плакали ее, призвиняюсь, смотрели в окна, как нашего кумира пеленают, а потом увозят ее, призвиняюсь, неизвестно куда, и бездействовали все. А я уходил после этого домой, в 23 часа где-то, стоят вот такие пацаны, юнцы, сопливые, вместе с нашим вахтерским составом, и говорят, кажем, выходясь, в том числе и мне, откройте-ка свой кейс. Я говорю, я тебе сейчас так открою, башка у тебя отлетит в сторону. Я тебе открою сейчас этот сейф. И прапорщикам говорю, вы как же сволочи допустили этих мразь сюда, контролеров к себе. Вы что делаете? Долго меня сопровождали потом, потому что толпа человек 20 на улице стояла. Но ничего, отпустили, слава богу. Вот что делалось. Вот за что обидно, потому что власти в стране не было. Твердой власти, уверенной власти, которая бы несла ответственность, за свои решения, правильные решения. Ее не было. Вот за это обидно, что мы, советские люди, российские люди, заслужили к себе такое отношение нашей власти. Вот за это обидно. Страшно обидно. Геннадий Николаевич, я вот о нашей встрече рассказал своему сыну, шестилетнему. Ну, рассказал, кто вы, о чем будем говорить. И он попросил папу, узнай у него, пожалуйста, он чего-нибудь в жизни боится или кого-нибудь? Вы кого-нибудь боитесь в жизни? Нет, не боюсь. Не боюсь. потому что я говорю правду. Правда за правду тоже сейчас могут взять за жопу, я извиняюсь. Но я не боюсь, мне 85 лет, я жизнь прожил свою, образно говоря. Я ее прожил хорошо в определенной степени, хуже в другой степени, и так далее. Но я живу. Я не боюсь никого. Ни с той, ни с другой стороны. Я зла никому не делал в жизни. Я делал только добро людям. А в нынешней Альфе как часто бываете? Когда приглашают, бывают. Без приглашения я туда ни ногой. Мне последний крайний командир сказал, Геннадий Николаевич, я вам даю разрешение в любое время посещать подразделение. Я говорю, не могу принять такое разрешение. Я знаю, что это за подразделение, и просто так приезжать к нему я не имею права. Пригласить и приеду, не пригласить и я не приеду. Когда приглашают, бывают. А как считаете, вот Альфа Советская, которой вы командовали и сегодняшняя, в чем разница? Я думаю, нынешняя Альфа, она еще более подготовлена, еще более оснащена лучше. Я же в тайны не лезу. Я даже вот меня спрашивают, скажите, а сколько сейчас служит Вальф? Я не могу назвать, не потому что я ухожу от ответа. Я не знаю. Я никогда не спрашиваю, не спрошу у командира, а сколько у тебя сейчас людей, Вальф? О своих я говорю. Сколько было, как она увеличивалась и так далее. Она до 500 человек дошла в 90-м году. Но нынешний состав, я не знаю. Но я глубоко уверен, я по делам вижу и знаю по делам, что, да, действуют традиции, те, которые были заложены предшествующим поколением. Они не только развиваются, но и совершенствуются, модернизируются и так далее, добавляются. Да, я давал интервью где-то здесь, перед 45-летием. Я прямо сказал, газеты «Аргументы» и «Факт». Конечно, меня, как вот члена этого коллектива в прошлом, я до сих пор считаю себя и членом и нынешней «Альфы», потому что все, кто служил в «Альфе», они все себя «Альфа» считают. Да, вот эти нехорошие люди, они подложили большую свинью. Я сказал, ложку дегтя в бочку меда они нам дали в 45-летию, которых вот задержали, и я думаю, до суда дело дойдет и так далее. Это вообще нонсенс. Для «Альфы» это нонсенс, я подчеркну. У нас никогда такого не было явления. Я не знаю этой фабулы вообще этого дела и ослышал так, как все слышали из средств массовой информации, что трое альфовцев задержаны, арестованы. Вот что я знаю. Больше я ничего не знаю. Кто они, даже фамилии не знают. Мне не дают, я не интересуюсь. Раз не дают, значит, не надо знать. Это печально, это очень печально. Это, конечно, для «Альфы» это позор. Полное слово. Опозорили они нас. Но с другой стороны, я бы сказал так, что поступать таким образом, что один опоздал из городского увольнения, а всю роту лишить увольнений на полгода за это, это тоже нельзя. каждый должен нести ответственность за свои поступки. Но за другого я ответственность не нести не хочу. И не буду нести ответственность. Это ни по закону не положено. Так что переносить всю тяжесть ответственности этих негодяев на весь коллектив, на все подразделения, я тоже не сторонник этого. Они пусть несут ответственность. Что они натворили, пусть за это и несут ответственность. Статья очень жестокая. Я опять из средств массовой информации уже знаю об этом. Разбой. А разбой это статья очень строгая. Это 20 лет тюремного заключения. Геннадий Николаевич, несколько слов я вас попрошу сказать сегодняшним мальчишкам, которые, возможно, свою жизнь со спецназом попытаются связать. Стоит ли это делать? Обязательно стоит. Обязательно стоит. Я хочу сказать, что практическая деятельность спецназа, ведь спецназ предназначен для чего? Там, где обычное подразделение, не имея навыков, не справится с этой задачей. То есть это задачи большой сложности, агрессивности и так далее. С той стороны. Поэтому спецназ всегда делает благородное дело. помогает людям, попавшим в лапы бандитов и так далее, сохранить свою жизнь, освободить их и так далее из этого плена, из этого капкана и так далее. Раз делает добро людям, добро людям делать всегда приятно. И люди это добро всегда помнят. Всегда помнят. И откликаются на него и так далее. Поэтому хочешь стать настоящим мужиком, значит, надо готовить себя к тому, что в взрослой жизни стать спецназовцем. Не важно где, но спецназовцем стать. Тогда будешь, когда постигнешь эту науку, будешь полноценным спецназовцем, ты будешь настоящим мужчиной. Вот я бы так сказал. Только там себя можно проявить вот в этом качестве. В перспективе, в рамках набирающего уже серьезную популярность сериала «Мой воевали в Афгане» планируется порадовать широкие зрительские массы уже отснятыми видеоинтервью с воинами-интернационалистами. Среди них авианаводчик, минометчик и танкист. В дальнейшем очень хотелось бы провести еще и ряд видеовстреч с героями Советского Союза и с героями России. Есть надежда сделать такие встречи регулярными. Работы в этом направлении веду. Прекрасно понимая, что у наших зрителей найдутся действительно интересные вопросы к нашим будущим гостям, было принято решение о создании специального канала для оперативного оповещения о запланированных встречах и видеоинтервью. Адрес этого канала вы видите на своих экранах. Смелее оформляйте подписку на канал, следите за нами в Instagram и мы по-прежнему будем признательны вам за вашу помощь в продвижении наших видеоматериалов среди хороших людей. Увидимся!